Наташа Кустинская звонит мне два месяца назад ночью, волнуется за какого-то актера, значит, Андрей, вы должны обязательно сделать программу, говорю, Наташа, а почему вы так к нам не ходите, перестали, что случилось, мы чем-то обидели, какое-то молчание, говорит, я не могу ходить, я говорю, как не можете ходить, она говорит, да, я прикована к кровати, мы приехали, и вот все видели Наташу Кустинскую. Все ее давно видели, и просто говорят, Наташа, зачем в таком виде вообще появляться на телевидении? Он мог быть богатым человеком, а такие, как ваш муж, отняли все, у него и у меня, я ненавижу вас всех, я вынуждена прозябать вот здесь, в этой деревне, в этой дыре, а Полипов мог сделать больше, но он трус, подонок, и все-таки, он вылезил Иванову Костинскую. Я упала и потеряла сознание, и ноги у меня попали в батарею, обе ноги, а подняться никак не могла, была адская боль у меня, и 12 часов они у меня лежали в батарее, 12 часов, поэтому там такой вот страшный ожог произошел, что кость до кости все это, туда палец можно было всунуть. Я жила на Спиридоминском переулке, у меня была квартира огромная, 150 метров, с бассейном. Мы купили французскую дворцовую золотую мебель, все с усальным золотом, атласные золотые стены я сделала там, у меня были огромные зеркала, потом сервант такой подкупили золотой. Нет, ничего, уже все. Ну, я его продала, мне нужны были деньги. Мы с Борисом продали все, он очень много забрал. Ну, у нас такая любовь была, он уезжал в Америку, куда бы, в Париж, ну, в любой, особенно из Америки, он мне вообще по пять раз в день звонил. Он без меня вообще никуда, я была единственная жена у космонавтов, которая допускалась на эти космические сборы. Я с ним ездила. Расстались мы из-за того, что у него появилась другая женщина. И мало того, он привел ее к нам домой. Дни ночи, вы знаете, я голодала. Почему я вышла замуж за Геннадьем Борисовичем? Потому что я голодала, вообще тут сидела. И когда Борис мне звонил, ну, вначале-то он редко звонил. Вот я говорила, Боря, дай мне хоть немного денег. Он мне говорит, нет, я тебе не дам. Я могу тебе купить морковные и капустные котлеты. Я же ребенка потеряла. Это трагедия, конечно, страшная. Митя мой, мой хороший мальчик очень. Умница какой он был. Знал три языка. У него девушка была, вот он из-за нее и погиб. Он колодца с ней стал. Вот что страшно-то было. Когда я это узнала, я думала, я умру вообще сразу. В больницу его забрали. Я каждый день, мне разрешили с улицы входить, к восьми утра ехала. И была там до двенадцати ночи у него. Целый день ничего не ел. Я там боялась каждую ночь, что он мне не откроет дверь. Что его уже в живых лет. Но потом он бросил к концу. В чем я упустила? Говорят, боль проходит с годами. Нет. Она усиливается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова